Пацаны и девчули, такое впервые на канале Чердак! И это очень волнительный момент! Ролик длиною 45 минут! В этом выпуске вас ждут нереально крутые виды! Гонки на суперкарах, погони с полицией! И поэтому срочно ставьте лайк, подписывайтесь на канал! Я пока вам расскажу, что же было в предыдущем выпуске! Многие называют это ралли, ралли-мажоров! Я тогда еще не знал, во что я ввязался! Это феррари в мире 18-й шлюк! Уху! Это пушка, а не машина! В первые часы было разбито три тачки! Чердак приехал! Тихо, Рома, остановлюсь! Все, все, тихо, тихо! Я не чувствую, ты его что-то! Все, Рома! Ребят, всем привет! Это новый выпуск на канале Чердак! В одном из прошлых видосов я вам показывал Голд Раш Ралли, где копы меня хлопнули за превышение! Так вот, в этой серии будет продолжение этой истории! Но перед тем, как мы перейдем к тому самому моменту, я хочу вам рассказать вкратце! Голд Раш Ралли – это путешествие любителей суперкаров, спорткаров по Америке! Вы посещаете самые топовые города, национальные парки и места! Участие в таком ралли стоит 20 тысяч долларов! Мой друг Олег, собственно говоря, чья Феррари вот эта вот, предложил мне стать частью этого приключения! И я отправился в Сан-Франциско на точку сбора у моста Голден-Гейт! Сан-Франциско – это была вторая точка сбора, второй день этого ралли! Дальше вся колонна должна была следовать на озеро Тахо! Колонна выстроилась вдоль набережной и приготовилась проехать через мост Голден-Гейт! Ребята, это всегда смотрится очень эффектно, когда десятки суперкаров с фаерами едут через мост! Пацаны, мне дали Феррари стоимостью 750 тысяч долларов! Таких всего 18 штук в мире! Она в обвесе Novotec! Двигатель V12 со звуком Формулы-1! Как вы думаете, как я должен был ехать, а? Это Формула-1! Твою мать! У-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, лампа. Все, чердак приехал. Ну что, ребята, приехали, меня копы тормозили. Не успел я поехать на Феррари. Простите, но так и есть. Когда коп остановил меня, друзья, я, конечно же, запаниковал. Я начал судорожно искать по машине, где у меня права. Они были в багажнике, но дело не в этом. Дело в том, что когда вас тормозит коп, вы должны положить руки на руль и сидеть смирно ждать. Офицер остановил меня за превышение и за смену полос. Он меня, конечно же, спросил, с какой скоростью вы двигались, вы знаете? Прицепившись к тикету, который лежал у меня в бардачке, попросил мои права, а они лежали у меня в багажнике. Я пошел их доставать. Там-то он мне, кстати, и объяснил, что он поймал меня со скоростью больше 100 миль в час. И пошел проверять мои документы. Короче, коп сейчас будет пробывать мои документы. И я так чувствую, что мне п***ть, потому что я ехал 101 милю, он меня поймал. Положенном можно 55. Сучничок появился. Ну окей. Начало положено. Ребята, коп попался мне не совсем добрый, но очень доброжелательно настроенный. Он написал в документах, что я ехал 80 миль в час при разрешенной скорости 65 миль в час, а не 55, как это положено. Это не уменьшает, конечно, того факта, что у меня будет суд, и что у меня будет поинт в правах, и какого размера будет штраф, я еще пока не знаю. Ну вы все поняли, да, ребят? Первый тикет. Да, спитинг. А теперь мне надо догнать, ребят. Ну я порезвился, все, хорош. Какой штраф будет, пока неизвестно. Ё-моё. Ладно, хорошее начало дня, поехали, да? Рейс. Рейс. Так как я ехал одним из первых, и меня тормознули копы одним из первых, я стал одним из последних. И когда все уже вперед уехали, догнать их просто не представлялось возможным. А это, знаете, ты едешь один на спорткаре, на суперярком спорткаре. Равноценно тому, что ты едешь просто на дачу. Ребят, это ралли мне напоминало постоянно какую-то компьютерную игру. Где ты можешь прокачивать свои тачки, гонять на них, потом уходить от копов. Но это возможно только в игре. И я, кстати, знаю одну такую. Это игра NextRP. Захотел купить себе крутую тачку, прокачал ее по полной и поехал по району гонять. А выбрать тут есть из чего. Более 130 моделей авто, которые ты можешь прокачать, круче, чем экзибит. NextRP это игра про Россию с открытым миром. Наваливай на своем мерсе по улицам Сочи, Новороссийска или Горок. Любишь мегаполисы? В игру недавно добавили Москву, про Кремль, Красную площадь и Москва-Сити тоже не забыли. Но эта игра не только про крутые тачки, ведь на них надо как-то зарабатывать. Стань крутым легалом и охраняй улицы своего города от преступности. Или же стань авторитетом в криминальной сфере и наводи шум в стиле 90-х. Ну а если ты не любишь разборки, тогда открывай собственный бизнес и зарабатывай своим умом. Здесь все как в жизни. Ты найдешь, чем себя развлечь. Ссылочку на NextRP я оставляю в описании. Скачивайте и отрывайтесь по полной. Кстати, по моему промо-коду вы получите очень крутые бонусы. И поторопитесь, доступно всего лишь 200 активаций. Погнали дальше в сюжет. Феррари Трампа мы прокачали. И реакция людей не заставила себя долго ждать. Ребят, короче, я не могу просто. Реакция на тачку вот такая вот. Все, все, все просто говорят класс, фоткают машину, кричат, останавливаются. Есть, конечно, дебилы, которые орут, блядь. Факт да Трамп, но таких мало. В основном все адекватные и позитивные. Чего и вам желаю, друзья. Улыбайтесь, прощайся. В этот день мы должны были остановиться на озере Таха. Ребят, это нереально красивое место. Да, кстати, и отель там был тоже очень даже неплохой. Так, мальчуганы, я, короче, прибыл на место. Это отель Ритц Карлтон, это Лейк Тахо. Машинке этой выделили специальный вид места. И она стоит рядышком вот с такими красавцами. В общем, все как учили. Все красиво, когда у папы Ксива. Я устал, если честно. Сегодняшний день прям был тяжелым. Я встал в 6, и поэтому очень хочется спать уже. И, пожалуй, я, наверное, сейчас отправлюсь спать. Хотя не уверен. Я, короче, никогда этой фигней не страдал, честно. Но почему бы вам не показать, друзья мои, отель, в котором я сегодня буду ночевать. Для информации, даже не знаю, сколько эти номера стоят. Вчера отель, который у меня был, стоил от 1000 долларов и выше. Можно посидеть, почевать перед телефоном, поспать одному. Или с кем-нибудь. В данном случае одному. И очень жаль. Было бы неплохо поехать с какой-нибудь дамой в такое путешествие. Но, к сожалению, не получается. Смотрите, какой задний двор. Здесь прям солнышко скоро зайдет. Вот там вот ужин. Ребята вон там из Роллс-Ройса уже побухивают. Красавцы. Я в завязке уже полтора месяца на здоровом образе жизни. Чего и вам, друзья, советую. Главное сейчас выспаться. Был бы совсем прекрасный. Чудесный воздух. Я думаю, что со сном сегодня проблем не будет. Друзья мои, всем привет. У нас день второй. Голд Раш Ралли продолжается. Все машинки вчера приехали в целости. Никого почти не оштрафовали, кроме некоторых идиотов, которые дорвались. Смотрите, все красиво. Все машины стоят. Все водители уже просыпаются, готовы. Сегодня у нас долгое путешествие. Практически 500 миль мы проедем. И мы выдвигаемся с озера Тахо. Через долину смерти мы едем в Лас-Вегас. Сейчас в Лас-Вегасе, о, боги, услышали нас. Мы останемся на две ночи. Поэтому там есть возможность завтра выспаться. Народ собирается, народ прогревает машинки. И это очень громко. Доброе утро, ребята. Какая красивая машинка, да? Смотрите. Вот это прибыль. Просто сегодня ее все начистили. Открыли, ребятки, двери. Посмотрите внутри. Найс. Все в карбоне. Ребята, это Пагани. Посмотрите, это штучные экземпляры. Таких машин единицы просто. Она нереально красивая. Обратите внимание на фары. Ой, на зеркала. У меня мозг сейчас пит вообще. Я просто не могу проснуться. Вот этот дядька в блестящем костюме. Он разбил уже один кулином буквально в первый же день. Ну, точнее, в него в жопу улетели. Он каждый день накуренный. Он просто стоит с огромным джоинтом, как с сигаретой. С сигарой. И он шмаляет траву просто без остановки. Я смотрю на него, думаю, чувак, как ты ездишь вообще. Так, ну что ж. Запускать будем сейчас. Вот здесь вот у меня есть план, ребятки, наших действий. У нас в пути 8 часов 56 минут. 8 часов 56 минут за рулем суперкара. Ха-ха-ха. Интересно, каково будет моей жопе, когда я приеду в Лос-Велос? Мы сейчас проезжаем прям вдоль озера, ребята. Точнее, огибаем это озеро. Нереально красиво по правую сторону, по левую сторону идут холмы. Это прям как Big Bear. У нас рядом с Лос-Анджелесом есть. Я там неоднократно был уже и показывал вам. Только раза в 3-4 больше. Здесь очень красивый. Я только остановился. Тут уже все фотографируют, все вышли. В общем, подошли, говорят, транс-супортед, молодец, все круто. Я остановился, если честно, за кофе, ребят, потому что хочется уже выдохнуть немножко, чтобы башка разболелась. Сейчас найдем кофе. Где-то тут должно быть. У тачки уже столботворение просто. Мне кофе дали бесплатно. Говорят, иди. Вот так вот. Может быть, еще и заправят бесплатно. Ну, короче, ладно. Если обычные люди еще и поддерживали как-то Трампа, то вот копы, видимо, не очень. Ну, или мне просто так с ней очень везло. И вот на одном из пригорков я еду, рядом несется хуракан. Я так чуть-чуть прям вылетаю, и стоит коп. Ну, что вы думаете? Мигалки, он за мной. Ну, сейчас у меня небольшое превышение. Реально, там я 75 ехал максимум. Коп стоял на обочине, увидел меня и включил мигалки. Я еще даже подъезжать не успел. Вот сейчас останавливаюсь, он за мной едет вот там вот. Сейчас попробуем узнать, что он хочет. Мигалки, он за мной едет вот так, что он за мной едет вот так, что он за мной едет вот так. А вот и мои собратья. Здесь все. И на самом деле все. Вот эти инижныеины, что можно встать в лесу? Да, да. И здесь вы. Я хотел сказать, что это у вас. Это pronunciка за вашу резюнцию. Как я сказал, когда я увидел это туда, вы делали 82. Вы питали нам очень много на эту группу. Я хочу верить вас на нашу в скорые времена, ведь у нас стоит. Есть экзавис. В общем, друзья мои, предупреждение. Предупрежден, значит вооружен. Все зашибись. Никаких штрафов, никаких поинтов. Все нормально. Едем дальше. Так, надо убрать вот этот вот тикет, который там лежит в бардачке. Олеговский. Свой-то я уже спрятал. Так, первый, второй, третий у меня есть. Это весело. Проехав еще немного, я увидел в зеркале заднего вида приближающийся Авинтадор пацанов из Savage Garage. Я такой чуть-чуть вправо, его просто пропускаю вперед, встраиваюсь за ним, и мы несемся где-то около 100-120 миль в час. За нами падает на хвост мустанг. Мы прям как в игре Need for Speed. И тут, знаете, внутренний голос говорит, чувак, тормози, давай правей. Я такой притормаживаю, уступаю дорогу, и навстречу вижу копа, который просто оттормаживается и начинает разворачиваться за нами. Вот, знаете, сейчас прям такое облегчение небольшое, но еще пока непонятно, потому что он сейчас сможет хапнуть еще всех сразу. Но он за Авинтадором едет, да. Бля, мне это напоминает игру Need for Speed, прям все вообще вокруг. Это прям игра Need for Speed, вот честное слово. Все, пацанов, глупые. Так, окей. Ребят, с копами здесь было только самое начало. Обычные люди, проезжающие мимо, начали звонить 911 и рассказывать о том, что колонна спорткаров, несется с превышением скорости, меняя полосы и просто вот хаотично. И копы начали устраивать облавы. Впереди 8 экипажей полиции. Первый раз в жизни мне попалось. Это заправка мечты. Это просто нереальное количество суперкаров. И все заправляются, потому что впереди 100 с лишним миль без заправок. You ready? А? Готов? Да, еще как готов. Поехали, друзья. Слушайте. Я уже всех научил говорить по-русски. Так, погони, прогони тоску. И авиантадор сзади. Короче, мы не одиноки. Вот теперь можно и повжаривать, потому что пацаны летят вперед. Еще себе и куда уже. Ребятки, мы решили остановиться и подышать немножко воздухом. Потому что здесь нереально красивые виды. Вот эти ребята едут очень быстро. Сейчас мы уточним. Что случилось? Дай вот, так. Я не машу. Это проблема. Почему ты двигаешь так быстро? Тыeter укрепляйся еще телефонов? Ну, что ты теперь проехал. Ну, что-то. Рейс. Голос, грозит. Голос, грозит. Устанная файта. В Dutch шухи. Стривай. 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 Я был на американских горках и не раз. Но это, ребята, немножко другая история. Слышите звук, да? За нами на хвосте сидит мустанг, и мы просто наяриваем нереально быстро. Но я хочу сказать, я первый раз такое испытываю. Это нереально круто. Такое ощущение, что я принимаю участие в гонках Лиман-24. А вот тут вот сейчас чуваки снимают. Поехали дальше. Свою мать, это страшно реально. Добро повелывать в Лас-Вегас, друзья мои. За бортом 95 градусов по Фаренгейту. Спасибо большое, что воспользовались нашими авиалиниями. Мы долетели вполне себе нормально. В общем, ребят, мы приехали в Вегас. Сил уже нет никаких, чтобы понимали время без 27 часов вечера. Выехали мы в 8.30 утра. Твою мать, весь день за рулем. Жопа квадратная. Сожгли полтора бака бензина. Это не так много. Соль. Поехали. Соль. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нормально? Тут таких, как я, много Как я уже сказал, тут таких, как я, много, поэтому не стоит переживать Так, главное сохранять позитив и положительный настрой Сегодня будет очень хороший день, я в этом уверен Если честно, силы начинают покидать Каждый день подъем в 5-6, плюс надо где-то работать еще в промежутке, монтировать Не могу отключиться и поэтому немножко тяжело Вот, ну да ладно, мы справимся, впереди Salt Lake City Друзья мои, начинается Все выезжают Это очень громко и очень круто Еще одно утро в раю Поехали! Поехали! Музыка Красненькая это полиция Вы понимаете, да, сейчас? Пошел слушок в 911 от обычных водителей О том, что несется колонна от сумасшедших пижонов или мажоров И, короче, копы уже начинают нас пасти и потихоньку выхватывать Поэтому, да, народ пишет, смотрите, с левой стороны, опять с левой стороны Ага, едем дальше Ребят, как я и сказал ранее, маршруты этого ралли каждый год разные Но суть остается одна Самые известные города и национальные парки Америки Так и в этот раз после Лас-Вегаса мы сразу выдвинулись в национальный парк Зион Вы знаете, виды там были просто сумасшедшие Мы приехали в чудесный городок просто Меня встречают с аплодисментами, как будто бы сам Трамп приехал к нему Так, мы, короче, остановились на маленький пидстоп И все подъезжают, сразу подходят фотографироваться Вот кому нахрен нужен Овентадор, Хуракан, то я не знаю, что тут А всем нужен Трамп И я оказался в сувенирном магазине, чтобы купить вам какую-нибудь вещь на розыгрыш Например, очень тематично, носки с Трампом Пойдут такие? В моем случае пойдут Давайте возьмем Юту Хороший, красивый, наверное Вы знаете, у меня возникла мысль Я никогда трусы не разыгрывал Почему бы нам не это не разыграть? Как вы думаете? Вот здесь есть вот с таким вот Йети Или вот с таким ослом Я думаю, что трусы с ослом на жопе Будут самые вообще крутые на розыгры Не он один хочет быть на пассажирском сидении в этой машине Ну что ж, 35 баксов стоит въезд в национальный исторический парк В который я сейчас еду Это историческая дорога, поэтому я включаю вторую камеру И мы будем проезжать по историческому туннелю Исторического, по-моему, дохрена, да, в этом? Ладно, едем Поехали Оп, меня фоткают, а? Поехали Наконец-то мы добрались до Солт-Лейк-Сити Мои силы меня начали уже покидать Вы знаете, было ощущение, что я неделю проработал просто на лесопилке И каждый день лес валил Ну а на самом деле я проехал всего лишь на этой тачке 2500 миль Но по 10-12 часов за рулем на бензопиле Ребят, башка у вас будет точно не на месте В общем, я тогда еще даже и не знал, что Солт-Лейк-Сити для меня станет решающим городом У меня утро, друзья мои Я все проспал Вот сейчас вот там внизу я могу видеть, как мои собратья на суперкарах Все уже выезжают А я, мать его, проспал Я монтировал до 3 часов ночи А вот мой будильник Третий или четвертый Короче, время началось вперед Мне надо срочно выезжать Я уже принял душ, я никогда еще не завтракал Короче, я выключаю камеру И я побежал, друзья Я не знаю, как я буду со всеми успевать Мы едем в Йеллоу-Стоун Сегодня, по-моему, уже день пятый или шестой Честно, сегодня, наверное, последний день И я уезжаю потом домой Я не могу доехать до конца Я признаюсь Я слабак Или вы не увидите роликов еще неделю Ну, правда Моя супергромкая машина прогрелась План действий на сегодня Мы двигаемся из Солтвейк-Сити до Биг-Ская Биг-Ская это Монтана, друзья мои Наш путь 10 часов 42 минуты Твою мать, 560 миль Мы будем с вами проезжать Очень красивые достопримечательности парка Йеллоу-Стоун Это, как вам всем известно, один из самых больших вулканов в мире Этот парк находится в жерле вулкана Если кто смотрел фильм «2012», нас сегодня это ждет Поехали Судя по моей карте, мои друзья все впереди Если на обычной машине ехать или со скоростью положены по правилам То они минимум в часе ездят Если лететь, то впереди я вижу уже три экипажа полиции И один из них будет вот-вот уже очень скоро И я не знаю, вот каждое утро мне это напоминает Как будто бы вот выпустили порезвиться кого-то прямо, блядь, вот на поле И все сразу сорвались, и вот так Эй, давай вперед, пацаны А он мноff нашел его Собрался съезд Взять направо и сзади он едет И товарищ меня догоняет В общем, ребят, честно, я принимаю решение, я, наверное, поеду обратно в Сан-Фран, вот, и поеду я через Сакраменто, потому что я только что посмотрел, если мне ехать отсюда до Сан-Франциско, 12 часов дороги, если мне ехать дальше, я буду отдаляться, мы проделаем еще полторы тысячи миль, я еще выебусь за три дня, и потом мне ехать в Сан-Франциско 20 часов. Итак, смотрим, 12 часов 47 минут, 778 миль езды до Сан-Франциско, вот, зато мы будем проезжать Юсемити национальный парк, поехали посмотрим Сиквое, а в Йеллоустон я обещаю вернуться, но уже, наверное, с любимой девушкой, или как минимум с дочкой, с любимой женщиной. Женщиной. Ладно, поехали. Ребят, не могу это просто пройти мимо, я отъехал от Солт-Лейк-Сити примерно где-то миль, наверное, уже сто, вы знаете, я вот это вот, это соляные, насколько я понимаю, озера, или что это, это вот такое, знаете, очень странное чувство, да, ты проваливаешься, то есть это все соль, смотрите, все белое, все в соли, здесь следы машин, то есть кто-то пытался сюда заехать, ай, ё-моё, это как глина, ни хрена себе, ай, 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 ты проваливаешься просто туда, то есть это такое, интересно, это соленое вообще, можно попробовать на соли? Леле, я сейчас умру, да, это прям вообще, соль, крупинки соли большие, фу, яй, солено, главное, чтобы это были не удобрения, а то я точно никуда не доеду, красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже к ночи я добрался до Сан-Франциско, и вы знаете, если честно, когда ты едешь на такой тачке с Трампом на капоте, в маленьких городах на тебя реагируют люди абсолютно нормально, но вот в больших городах, таких как Сакраменто, Сан-Франциско, люди начинают выкрикивать факт Трамп, бич и прочие другие ругательства, я когда ехал по Сан-Франциско, я прям ждал, когда в меня отправят бутылку, доехав до Олега уже в ночи, я просто выдохнул. Привет, родной, привет. Ну все, целости, сохранности, возвращаю. Это машина, главное, что ты спокойно приехал. Я... Это самое главное было. Я столько проехал. За машиной вообще не думал. Я столько проехал, я в жизни столько не ездил, честно. До этого я самое большее ехал потратить часа за рулем. Ну, за рулем. А, за рулем? Я даже в Лайдинге не ездил на машине, я не могу. А, то есть ты даже... Вот почему у него такой кайф и восторг. Я понял. Ладно. Ребят, я вот хочу сказать огромное спасибо Олегу вот за эту возможность. Ребят, подписывайтесь на его Инстаграм, это в знак благодарности. За то, что он мне дал возможность поучаствовать в таком мероприятии. Мне кажется, я сам никогда бы на это не решился. Но здесь я испытал такие эмоции, которые я, пожалуй, никогда не испытывал. Друзья мои, ну что, этот выпуск подошел к концу. И я надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а я сейчас, пожалуй, разыграю вот эти вот ништяки, которые я обещал разыграть в прошлом выпуске при покупке вот этого Мерседеса. Итак, запустив рандомайзер, мы узнали четырех победителей. Первый победитель у нас получит вот эти вот два брелочка. Итак, первый у нас победитель. Жандос Толеубаев. Поздравляю с обновкой. Спасибо огромное. Тебе давай черный брелок. Алекс Тимашевский. Как у тебя получается быть всегда таким жизнерадостным? Ты знаешь, а унылая какаха никому не интересно, друг мой. Тебе, пожалуй, жизнерадостный розовый брелок. Следующий у нас победитель Санька Кучук. Старик, хочу футболку АМГ. Вот эту вот забирай, она твоя. Следующий победитель, который получит вот эту кепку АМГ, это у нас Владимир Тряев. Мерс Супер. Кепочку, как классно я попал. Володь, я тебя поздравляю, ты получаешь вот эту бейсболку. Поэтому, друзья мои, еще информация для тех, кто ждет подарка, если по каким-то причинам вдруг он к нему не дошел, пожалуйста, напишите мне еще раз вот на эту почту. Не путайте. Я тут на днях с одним подписчиком в инстаграме воевал. Он пять раз писал не на ту почту. Поэтому напишите еще раз, мы все перепроверим и отправим вам ништяк, если он вам полагается. Я рад, что вы досмотрели это видео до конца. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok